У всех витаю, шановные господарства! Это подкаст «Тутульный город», а меня зовут Даша. А сегодня до меня завитало господарение Вольга. И Вольга, на самом речь, самая на пыльную незвучайную у меня экспертка, потому что до меня завычайно заходят урбанисты, урбанистки, политологи, политологени. А как в депутатки заходят, для такого ясно не было. Уникальна ситуация у том, что с подаранья Вольга Тесакова официйная, дейная депутатка Минского городского совета. Як пишуть незалежные СМИ, в 2020 году она подтрымала протесты. Мне, собственно, не вельми подобается эта формулевка, але мы разумеем, что мая цена в Азии. И намагалась ассоции с этой пасады, але у ей не отрымалась. И ее, уласна кажучи, не прабрали ніяким чином з Минска горсавета да Гэтуль. У 2022 годзе с подаранья Вольга з'ехалась в Беларуси, и зараз она займается инициативой. Гэта наш город, это наш город. Дареча, завитайте, да их на сайт, и он вельми прахожа зробленный. Там шмат усяких аддукацыйных виды, патым, як працую систему державного аккерованью Беларуси, як и нам усить працаваць у идеальной системе, а я ще там можна покинуть ваш заворот, и запад, и команда с подаранью Вольги вам подкажет, куды звернуться, што як написать. Калі у вас ёснійкі патанішкі, патым як палепшить ўласна ваш город. Чым вы зараз займаєтесь? В принципі тем же самым. Можно сказать, что депутатская работа не зависит ни от времени, ни от расстояний. Продолжаем общаться с гражданами, помогаем составлять запросы. У меня есть сейчас свой проект, «Это наш город» с командой экспертов. Мы очень дружим с КАТОСами. КАТОС — это калияльный орган террориально-громадского самокерования. Смотрим за изменениями законодательства, анализируем обстановку и насколько можно поддерживаем и помогаем активистам, которые продолжают оставаться в Беларуси. Итак, мы доведалися, что депутатская праца не у тын, как без конца натискать на полные кнопки, а яшчэ и у тын, как без конца размовляць с насельництвом, божа дару, с активистами-активистками. Воглі я б хотела з вами празмовляць пра городский бюджет, пра то, як он формуюцца і што з ним отбываецца. Лепы мені ўже поправили, што треба на сам рэш казаць не городский бюджет, а містовый бюджет. Просто юзть якбы розныя місцовасці, юзть городы, юзть район, і давайте про гэта більш подроблязным поговором. Наша система включає в себя два понятия. Это республіканский бюджет і містний бюджет. І містний бюджет вже в свою очередь діляться на три групи. Обласний, базовий і первичного уровня. Т.е. це начиная от сельських і поселкових містностей, заканчивая областями як таковими. Якщо ми говорим о формуванні бюджета, ми должны понимати, що бюджет в себе включає две части. Доходну і расходну. Тому будем корректны формування доходной части. Начнём с неё. А потім вже будем говорити про формування расходной части. Нікакої новости нету, що бюджеты у нас наполняються налогами. І це, к сожалению, то, о чём забывают очень часто граждане, коли радуються, що вот чиновники нам подарили, открыли школу, детский сад і так далі. А на самом деле це не чиновники подарили, це ви все сами оплатили. Якщо ми говоримо системно, то бюджеты формируются із налогових поступлений, неналогових поступлений і безвозмездних поступлений. Безвозмездные поступления — це можуть бути трансфери. Т.е. наприклад Минск, як достаточний крупний объект, доходний, а я маю вважаю, що ми чаще всего с профицитом работаємо, то ми можем частиців цих денег передати другому суб'екту. Т.е. наприклад, перечислить, вот как случилось в этом году совершенно недавно. Минск 100 млн. белорусских рублей перечислил в Смолевичи. Тобок просто задонатил. Тобок просто задонатил. Вот это безвозмездные такие поступления. Они могут быть и на государственном уровне, т.е. нам, например, Российская Федерация может так задонатить, да, или какая-то организация международная. Т.е. вот они безвозмездные называются. А не податковая частка? Все очень просто. Это, а, штрафы, б, прибыль за пользованием имуществом, которое находится в собственности государства. Т.е. опять-таки, это косвенный налог. Я бы это так назвала. И налоговая — это самая большая часть. Конечно, это подоходный налог, это налог на домовленную стоимость, НДС. Это налог на прибыль. И идет распределение, как понять, что идет в республиканский, что идет в местные бюджеты. Значит, в республиканский идет, понятно, прибыль от государственных организаций, НДС, чуть больше 75%. И все, что касается акцизы, лотереи, транспортные налоги, таможенные, пошлины, доходы от рекламы. Все вот эта часть идет в республиканский бюджет. Местный формируется в основном на местах, т.е. конкретно люди, проживающие в условном городе Минске, формируют бюджет города Минска. Давайте возьмем город Гродно, и он не к ближай. У нас, например, люди купляют пирожные у коверни Роскоша. И, значит, и с НДС на эту пироженку формуется так само гродненский бюджет, так отремливается? Да, но с НДС очень интересная система. Если объяснять проще, весь НДС собирается в общий котел, и вот есть фиксированный процент. То есть, если мне не изменяет память, 24,56% от всего НДС по стране идёт в местные бюджеты. И вот этот вот уже процент распределяется по областям согласно численности. То есть, он пропорционально распределяется, и каждый год это получаются новые значения. То есть, области заинтересованы, чтобы у них проживало большее количество людей, чтобы получить больше бюджетов. Усё взять и поделить их по заповедам классикой отремливается. То, как историю, вот им зараз так само для меня открыть всё, что коли у Гродни раптом почнуть продавать больше пироженок, то на промоях это не адабьется на доходности города. Так прямо точно нет. Хорошо, а вось, например, женшина, якая ганлюе гэтыми самыми пирожными, и за гэта отремливая соотносто заробок, и у ей есть подоходный податок. А зим, что? Вот её подоходный как раз таки пойдёт в бюджет города. И налог на прибыль. Но тут уже будет зависеть от предприятия, какая форма собственности у него государственная, да, республиканская, потому что, я же говорю, доходность от именно государственных предприятий идёт всё-таки в республиканский бюджет. Но тут ещё может быть такой момент, что есть местные налоги и сборы, поэтому, если предприятие городское, если существует какая-то договорённость, то есть это обычно уже внутренняя кухня, то, да, увеличивается прибыль, соответственно, увеличивается налог на прибыль, и, соответственно, увеличивается бюджет. А коли это приватное предприемство? Тогда в бюджет города. То есть налог на прибыль идёт в бюджет города. Файна, то, как отрымливается, Гродно, например, больше выгодно, как было больше предприемальников и предприемальниц, але то, сколько яны у вынеку будут продавать, там, послухти товаров, на город как бы не уплывая, потому что НДС идёт в республиканский бюджет. Да, но всё-таки у предприятий будут работники, всё равно это влияет. То есть мы не можем сейчас оперировать конкретными цифрами, просто НДС по своей сущности больше и если мы сложим даже по 23-му году, то налоговые поступления в бюджет составили около 80%. Две трети от этих 80% это как раз-таки НДС, это налог на прибыль и это подоходный. Давайте теперь разберёмся, что вот гэта депутаты местовых советов. Воглі я памятую со своего децінства и на протягу усяго життя за усёд значит было гэта проходьте, заутра выборы депутатов местовых советов и мы, значит, боязково и шли голосовать у гэта шэта. Я памятую, як моя бабуля казала, гэта штрэба боязково сходить, гэта ш не кого-то, там гэта наших же обираем. Вось калима обираем наших и гэта самая наша. Тимаюся нэй некая точнень не до формования гэта самага бюджета местобага. Ну вот мы подходим к интересной части про формирование, когда мы должны оговорить это доходная часть либо расходная. Значит, депутаты на доходную часть могут оказать влияние только будучи трудоустроенными и внося, скажем, свой посильный вклад в подоходного налога. То есть, технически доходная часть формируется без депутатского корпуса. Что касается распределения доходов. Если мы обращаемся к полномочиям депутатским, то это обычно стоит первым или вторым пунктом. То есть, в принципе, депутаты для чего нужно, чтобы представлять и защищать интересы граждан и определять социально-экономическое развитие города или своего района и бюджет, утверждение бюджета города. То есть, технически бюджет не может быть утвержден, если совет депутатов не согласен с ним. Такое бывает, но это обычные единичные случаи, потому что в целом система так построена. То, что, например, говорила ваша бабушка, имеет место быть по той простой причине, что у нас относительно нормально прописано законодательство. То есть, если бы люди на самом деле работали согласно этому законодательству, то, в принципе, было бы не все так плохо. Другое дело, что мы не умеем оперировать этими данными, мы не знаем своих прав. Когда ты приходишь, скажем, изъявляешь желание побыть депутатом, вот у тебя есть ссылка на пять законов, сиди, разбирайся, смотри, ну, по ходу разберешься, как это работает. А на самом-то деле, если несколько человек хотя бы на этапе одобрения бюджета комиссии, соответствующей по бюджету и экономическому развитию, как минимум половина депутатов, входящих в комиссию, если мы смотрим по городу Минску, это всего лишь пять человек. Вот если пять человек скажут нет, то этот бюджет и не будет одобрен. Он дальше не пройдет даже на итоговую сессию. То есть, здесь вопрос стоит о том, что вам не нужно 20 или 30 человек, вам нужно пять, но которые будут в одной комиссии и будут точно понимать, что они делают, и за что они гласуют. Все-таки у меня все-таки застаются пытания. Может быть, это будут такие совсем пытания из детячиха садушку, але я думаю, яны будут шматкам цикавые. Знаю же, про расходную и доходную частку. У меня не в университете был бухгалтерский улик, але яз яго не шматча памятую, и я не упомнил. Мое дачанение про мое. Як можно сформовать доходную частку? Ну, расходную я разумею, гэта мы прокинули. На медицину столькета, на адукацию столькета, это столькета, окей. А доходную яг можно сформовать? Гэта ж мы просто избираем податки и глядзем, колькин избирался, Вот, да, в моем понимании, наоборот, расходная часть более сложная, и этот процесс, он более забюрократизирован. Доходная, да, мы не можем слишком изобрести новых механизмов, придумать чего-то нового. То есть, да, это, а, налоги, это, б, договоренности международные, это вот про, когда я говорила про безвозмездное поступление, либо это, например, увеличение торговли внешнеэкономической, и, соответственно, вот эти налоги, да, пойдут в бюджет. И это штрафы. Все удивляются всегда прогнозируемым показателям штрафов, но вот, это как раз-таки та часть, где можно увеличить напрямую бюджет. А, это вузь та самая история, чому спадары супрацовники и супрацовницы, хотя мне падается там первоважно, супрацовники держауты инспекции на проконце квартала выходят на полеванне. Да, именно с этим связано, потому что есть показатели разбитые, то есть на год, и, соответственно, поквартально, так проще отслеживать поквартально или в конце месяца. Каждое управление имеет свои, как в пятилетку установили показатели, их нужно выполнить, вот, а перевыполнить будет еще лучше, может даже на премию получится. В премиях это за все дефайны, а ли вертаемся до бюджету, ну, ось мы сформовали доходную частку, расходная частка. Кто выращает, який кавала, когда у сяго гэта такая пирога зараспользе на тое, на гэта, на пятое, на десятое, який увогу ли там есть категоры. Я так себе уявляю, что, ну, напэлну там ахова здоровья я какая-нибудь, адука с этим уже помыляюся. Вообще, это очень долгий процесс, и он начинается, естественно, с республиканского уровня. То есть, у нас, в принципе, все бюджетные отношения регулируются бюджетным кодексом, и частично некоторые пункты прописаны в налоговом кодексе. И согласно бюджетного кодекса, если очень упрощенно, система выглядит так. Значит, в Министерстве экономики Национальный банк до 1 мая обычно, плюс-минус месяц, то есть в среднем до 1 июня текущего года формирует расчетные показатели прогнозные на следующий год. Вот это макроэкономические показатели, как будет, скажем, развиваться экономика, прогнозируемый МВВП, инфляция и так далее. И доводит все эти показатели до Министерства финансов. И у Министерства финансов есть месяц на то, чтобы определиться вот с учетом государственных программ, например, государственная программа дороги, да, или миллиардации и так далее. И с учетом этих показателей и составить проект. Проект республиканского бюджета. Как раз-таки за первое полгодие уже прогнозируемо увидится поступление налогов. Прикинуть можно, да, что в два раза больше вы получите по итогам года. И эти показатели и формы заполнения рассылаются уже по бюджетам местным. И задача местных исполкомов, именно главного финансового управления, распределить, скажем, эти деньги. Понятно, что это все делается с участием бюджетных организаций, соответственно, те, кто получает эти деньги, то есть условно. Но это не то, что каждая, например, поликлиника напрямую отправляет свой список планов задач на следующий год в исполком. Это по отраслям формируется, то есть там отдельное здравоохранение, отдельное образование по городу сформировали, отправили в исполком. Значит, исполком с учетом текущей ситуации и доведенных показателей составил общий бюджет, отправил его в Минфин. Это занимает в среднем где-то месяц-полтора, то есть у Министерства финансов уже есть новые данные, например, по налоговым поступлениям можно что-то скорректировать, по данным внешнеэкономическим и так далее. И после этого, скажем, формируется окончательный план от Министерства финансов, и он опять отправляется на места. И задача на местах уже подкорректировать либо спорить. Понятно, что каждый раз, когда ты отправляешь запланированные траты от справки об основании, на что оно, как оно, то есть Министерство финансов, его задача на этом этапе как раз-таки и отсмотреть, чтобы бюджетные средства не тратились нерационально и так далее. То есть это получается такое вот прикидывание мячика, и оно в среднем заканчивается к сентябрю. То есть по-хорошему сентябрь это та дата, когда уже проект бюджета кладется на стол президенту. Поэтому все сессии осеннего парламента начинаются как раз-таки с сентября, либо начало октября, в зависимости вот насколько затянулся этот процесс, идет принятие бюджета республиканского проекта бюджета. Почему это называется проектом? Потому что у нас еще не сформирована полностью доходная часть. То есть это предварительные вещи, которые потом корректируются. Мало что, может быть, метеорит еще упадено, самый буйный завод, який мусил нам прибыток принести. Вдруг газ подешевеет или еще что-то, санкции наложат, да, и наоборот где-то, скажем, сократится поступление денежное. И уже местные бюджеты, итоговые, подправленные, кладутся на стол депутатам. Я просто говорю про Мингорсовет, потому что это моя, скажем, сфера деятельности была когда-то. Или на самом деле, когда мы возьмем какие-нибудь там волковыские, местовые... Совет депутатов получает уже готовый проект бюджета на следующий год в среднем в ноябре месяце. То есть когда говорят в ноябре, что давайте-ка мы повлияем на бюджет на следующий год, вы, мягко говоря, уже пропустили все сроки. В ноябре вы уже ни на что не повлияете. Ну, не считая доходной части, если вы вдруг больше заработаете и больше денег принесете в бюджет. На распределение это никак уже не отразится. Понятно, будут корректировки, но они будут внутренние, уже сугубо внутренние по распределенным областям. Например, наступит Новый год, перерассчитается базовая величина, от нее перерассчитаются всякие социальные пособия и так далее, а это тоже закладывается в бюджет, да, соответственно, пойдут корректировки по бюджету, но они уже будут внутренними. То бакпаколе у меня у голове гэта выглядая наступным чыном. Які небудь гродзенскі, давайте брать, гродзенскі совет, горсовет, той самый, кажа, нам трэба, каляласка, два адсоткі от усяхо бюджета на культуру. Можно нам два адсоткі? А им Министерство Финансово кажа, які вам два адсоткі? Хватить одного адсотка? Яна таке, не, ну каляласка, ну можна нам хоть полторы? Мы тут перелічіли, ну полторы трэба, яна таке, один запятая два. Гэта такім шынам отбываець? Не всегда так, это ещё можат зависіть от того, што, условно, ў всього гродзенскіго исполкома єсть энне калічіство дзенек. І это ёго уже будзе задача, как выделіць полтора процэнта на культуру, а откуда-то урезаць. То есть это можат быть ещё так, а не будь сверху лимитированны. То есть вот у вас столько і не больше. Внутри, да, есть какие-то определённо доводятся минимумы, которые тратятся по сравнению, например, с прошлым годом, или там нельзя сократити сильно социальну сферу. То есть есть какие-то пороговые значения, а вот всё, що выше, да, это уже ответственность і задача города обосновати вот це перераспределення. Тут адразу ў слухачоў і слухачак може ўзенекнуць пытання. Тобак як это так? Город падаткі собраўся своі грамадзян и грамадзянок, але им трэба значыць із Министерства Фінансовы дамавляцца, просіцца, каб гэтае сапае гроші размерковаць па их разуменню. Ніхай бэ яны сами. Здесь действует система сбалансированного бюджета. То есть в этом задача, что у нас сейчас не Магдебургское право, и мы всё-таки являемся субъектами одной большой единицы всего государства. И если мы говорим в принципе про что такое бюджет, то это план формирования и распределения денежных средств для реализации планов и задач государства и государственных структур. У Беларуси так, а у інших країнах? В принципе, доходная часть формируется плюс-минус так же. Есть нюансы по городам. Например, если город может оказывать какие-то дополнительные услуги, то, соответственно, он эти денежные средства за эти услуги оставляет у себя в казне, назовём так. Здесь вопрос с формированием расходной части. Я думаю, многие слышали про бюджет гражданского участия, партисипаторный бюджет, что одно и то же по факту, или инициативного участия. Но здесь такая история, что всё равно есть часть средств, которые распределяет именно исполнительная власть. Вот как раз-таки на зарплаты, социальное страхование, то есть чтобы государство продолжало выполнять свои обязательства. Граждане имеют доступ к другой части бюджета, и они могут путём общественных обсуждений, развитого местного самоуправления, депутатского корпуса определять общественно значимые для себя объекты, на которые они хотят направить эти средства. Давайте расповедим про то, как это может на практице отбываться. Ну, допустим, в каком-то городе стоит вопрос... Гродно, Гродно. Да, в каком-то городе Гродно, в определённом районе, стоит вопрос построить дополнительно поликлинику или школу. Денег есть на что-то одно. И тогда граждане должны лоббировать эти вопросы, писать обращения депутатам. Депутаты устраивают общественные обсуждения на местах. Можно дойти даже до местного референдума, где выносится вопрос, какой объект будет профинансирован в ближайший год. Или-или. И уже путём большинства выбирается и финансируется. А для этого, граждане и гражданки, они мусить при нам все доведаться про то, что такое пытание в уголе возникло. Потому что, ведаете, у нас так шмат своих проблем, так шмат, что дзённо треба выращать. Например, у моих родных местах было бы вельми файно, на мою думку, пабудовать другую школу. Ле не то, как эта думка со мной жила 24 на 7. Я такая, треба ещё одна школа. Что мне для этого? Як прикласти намагание? Капу меня не запытали, треба ещё одна школа. Така, ну, треба, конечно, просится стоить. Але так, как, значит, исти и самой инициативу, на что стеробить, ну, я не стану, у меня есть пробачить свои пытания. И школу я уже скончила. Отрымливается, что то, як вы сказали, у листопадзе уже познавата, что сте там казаць про формаванне бюджета, трэбу было утравенеть и учервене. Але гэта нават на узровню инфа на год. Ты про гэта не доведаеся, калей регулярно не глядзиш, якие небудь аналитычные программы Сергея Чалага, ця кого-нибудь там ешчех, то расповедай про Центробанки, про то, что там отбывается формаванне бюджету. Ну, табук, вельми-вельми нишевая такая история. И, в общем, у меня не пытание. Як так зарабить, как люди ведали, что раптом ёсць гэта простора махшымася уданести, что им трэба. И кап улады яке, ну, по сути, сте та ж самая люди. Так само не неде лётали у облоках, а мели гэта контакт с землёй. Тот пример, который мы с вами рассмотрели, он абсолютно воображаемый, просто по той простой причине, что в Беларуси нет бюджета гражданского участия. Для того, чтобы это стало реальностью, нам нужно несколько составляющих. Первое — это, в принципе, наличие такой возможности прямого влияния граждан на бюджет. То, что закрепляется на законодательном уровне. Второе — это ответственная исполнительная власть. Как раз-таки это будет их задача, да, доносить, организовывать вот эти местные референдумы и так далее. И третий момент, но который самый важный будет — это развитое местное самоуправление. Это то, что не приходит с первого дня. Этому нужно учиться. Я не могу сказать, что Новая Беларусь резко обрушится, и все сразу резко станут осознанными и понимающими. Нет, это воспитывается и поддерживается, но, опять-таки, при участии в том числе и пособничестве исполнительной власти. То, что я говорила, что у нас задумка «Хорошее исполнение хромает», задача исполкомов как раз-таки исполнять наказы граждан, которые передаются через Совет депутатов. У нас это всё вывернут. Когда Совет депутатов, такой наёмный директор, и подписывает решение исполкома, как бы говоря, что да, граждане это одобряют. Поэтому, если мы перевернём ситуацию и сделаем так, как оно хотя бы написано, даже с учётом изменённого законодательства, это уже будет большой шаг навстречу демократии и развитию местного самоуправления как такового. Вот когда у граждан действительно будет возможность собираться и не попадать под закон об участии массовых мероприятий, общаться со своим депутатом, когда депутат будет понимать, что он несёт невоображаемую вот эту вот ответственность, а то, что он заинтересован в том, чтобы граждане за него проголосовали дальше, чтобы он действительно продвигал интересы своего района, и когда он это может делать, а не когда ему стучат по шапке за любой шаг влево, шаг вправо, вот тогда ситуация начнёт меняться. То есть я верю, что это всё возможно, и для этого не нужно много чего. Нам нужно только адекватное руководство на местах, в том числе, которые будут понимать, что партисципатурный бюджет как таковой — это про прозрачность исполнительной власти и про честность. Когда он говорит, да, вот у нас есть задача, например, если мы поразглашаем себя социально-ориентированным государством, вот мы 50% берём на социальную сферу, а дальше, дорогие граждане, вы берёте ответственность на себя в распределении. Вот у вас есть энное количество денег, пожалуйста. Как вы скажете, так и будет. Х пойдёт на дороги, А пойдёт на школы, В пойдёт на больницы. И это будет ваша ответственность, если вам чего-то не хватает, если вы не договоритесь. Здесь большой будет фактор опять-таки играть медиа. Когда мы будем сидеть не на диванах и не обсуждать политику США или политику России, а когда мы будем заинтересованы в развитии своего района, понимая, что за этим будет результат. Если мы говорим более про традиционные вещи, то есть референдум, понятно, ты не насобираешься, но общественные обсуждения, если вы разбиваетесь по районам, это очень просто организовать. Вам нужно достаточно просто большое помещение и вовремя повестить граждан. Нормально работающий совет депутатов и активисты на местах. Наверное, вот этим минимальным набором это можно в том числе через КАТОСы, то есть это через территориальное общественное самоуправление, когда вы условно от двора выдвигаете пять своих граждан, которые будут представлять именно ваши интересы. Условно вы прошлись по подъезду, собрали подписи, и вас граждане назначают представлять ваши интересы. И вот там по пять человек от двора, это всяко уже не две тысячи, не три тысячи, куда проще, можно без бюллетеня, можно путем поднятия рук. То есть когда граждане будут понимать, да, я вот видел этого человека, он заходил ко мне, он сказал, что он будет продвигать нашу идею, он сходил, проголосовал за меня, он представил мои интересы. Павитовые сеймики и вальный сейм, вот что мне это нагадало раптом. Только уже он не для некой социальной страты, а для усих файна. Я еще вспомнила, что ведала я один мясовый совет, где депутаты и депутатки, одночасово были депутатами и депутатками, а еще прасовали увыконками на неких посадах, и не на посадах клининых менеджеров, а прям як треба специалист. Это прямо почти любой горсовет. Я кежах, хочется сказать. Хотя я не веду, но давайте разглядать ситуацию с двух боков. У меня на одном пляши сидит дьяволенок, и Анюльчик на другом пляши, и один каже, что, ну, конечно, вот человек же лепее ведает ситуацию, и он працует в отделе коммунальной господарки, и он не разумеет, какие треба там законы принимать, на местовом узроу не так, про коммунальную господарку. Я знаю, что Анюльчик каже, а як же принцип поделения улады, не мусить один и той же человек отказывать из-за той и из-за той, треба их поделять. Ось вам який вариант больше подобается. Я должна поправить, что местные советы, мы не участвуем в законотворческой деятельности. Да, мы можем вносить свои какие-то инициативы, но это точно не про нас. Поэтому только то, что касается развития города, либо своего района, мы можем про это говорить. Да, мы, к сожалению, наблюдаем тенденцию, когда, например, зампредседателя исполкома может быть одновременно советом депутата. Здесь несколько причин. Первое, самое банальное, это нехватка лояльных людей. Всегда решается проще, когда свои. Второй момент. Советы депутатов — это неоплачиваемая работа. То есть зарплату получает только председатель. Все остальные депутаты — это как общественная деятельность, скажем, такая социальная нагрузка. Так вот, и в какой-то момент это стало формой поощрения лояльных государственных служащих. То есть передовики, директора школ, поликлиник, водоканал, зеленстрой и так далее. То есть если вы посмотрите состав депутатов, в основном это люди, занимающие серьёзные позиции. И это, в моём понимании, такая форма поощрения как бы даёт доступ до равных, скажем так, тебе по статусу людей. То есть ты уже не просто директор коммунального предприятия, ты депутат, и ты рукопожатный с остальными значимыми людьми своего города. Поэтому был определённый интерес как раз-таки в поощрении вот своих, то есть по факту людей, тех же самых бюджетников. И 18-й год вот оказался лишь подтверждением опасений власти, что стоит только туда пустить каких-то предпринимателей и студентов, не зависящих от бюджета напрямую, то начнётся какая-то смута. И люди резко откажутся следовать политике партии. Пусть и козла в огород, хочется сказать. Наверное, это два основных момента. Третий, менее основной. Последние 20 лет ведётся такая работа по дискредитации депутатов. То, что мы можем слышать каждый раз в преддверии новых электоральных компаний, да что депутаты, они ничего не решают, они ничего не могут сделать. На самом деле, полномочия, которые были у местных советов 20 лет назад и сейчас они отличаются. Но всё равно, то, с чего мы начали, возвращаясь, зная их, можно продолжать ими пользоваться. Пока есть хоть какая-то форточка, моё личное мнение, надо вставлять туда кочергу и залазить, потому что эта форточка очень может быстро захлопнуться. И действительно, это превращается в закрытую тусовку для своих, а-ля элитный клуб. Мы крышко адышли от нашей основной темы про городские бюджеты, мы их уже сформовали с вами, всё нормально. Кто ты, люди, які, власне кажучи, отрымливают информацию про то, что вось у нас там на ахову здоровья у гэтом районе, у гэтом городе, вось стольки так хорошие у гэтом годе, давайте их разбирковать. Кто ты, люди, які примают гэтэ рашэнни, у який шпиталь купять новый рентген, все цифры есть, как я упоминала, в главном управлении финансов соответствующего исполкома, и он их уже доводит до распорядителей бюджетных средств, то есть это до соответствующих управлений, которые курируют работу бюджетного сектора, здравоохранения, образования, МВД, МЧС и так далее. И в рамках уже одной отрасли, скажем, главное управление, например, по здравоохранению или образованию уже формирует, собирает заявки от каждой школы специально. И его задача определить важность, то есть они берут на себя эту ответственность, понимая, у кого-то там совсем беда, где-то там условно в какой-то больнице не хватает рентгена, а кому-то окна поменять, и выстраивается вот эта первоочередность, плюс формируются же тоже показатели, туда же входят и зарплаты, надбавки, то есть это достаточно большая работа, но она на самом деле делается, если мы смотрим по общим срокам, не так уж долго, то есть всего лишь несколько месяцев, потому что в большинстве своем это постоянная работа, то есть каждый раз, когда что-то происходит, подается заявка, потому что есть и резервное финансирование, то есть резервные фонды на, скажем, случаи, которые нельзя предусмотреть. Также, как я говорила, можно действовать внутри какой-то программы, перераспределяя средства, например, инвестиционная программа строили в Минске метро, значит, строили, строили, поняли, что мало денег заложили, надо больше, рабочие хорошо там постарались, все сделали, не знаю, перевыполнили все сроки, или, например, подорожало оборудование, санкции резко, значит, оборудование будет стоить уже совершенно других денег, нужно где-то найти, и потом смотрят, ага, тут где-то стройка затянулась, нет выплат, а деньги были выделены, давайте-ка мы перераспределим, и мы забираем с одного проекта деньги на другой, то есть и по отраслям точно так же оно делается каждый раз, это постоянный процесс, то есть мы не можем сказать, что вот у нас есть год на формирование бюджета, год на то, чтобы его потратить, корректировки бюджета за предыдущий год будут вплоть до января-февраля, то есть до января-февраля 24-го будут еще корректироваться показатели расходов за 23-й год, естественно, когда в течение года у тебя уже собираются какие-то критические вопросы, то это легче сформировать, то есть не то, что люди сидят и вот летом все по отпускам и резко к главврачу приходит файл, заполните, пожалуйста, ваши предпочтения, планы на следующий год, сколько вам надо денег, то есть это уже обычно все готовится и корректируется по ходу года финансового. Калераптам, у кабинете информатики, у середней школы номер 3 города Гродно пагорели у все компьютеры, ну, старается, такое старые компьютеры были, а тут у нас короткое замыкание, все пагорели раптом. Гэта не тоя, каб великая проблема, что трэба цепер чакать наступного года, каб выдатковали для той школы гроши на новые компьютеры. зависит от района. Понятно, что если это уже конец финансового года, то, скорее всего, да, действительно придется ждать нового. Да, и если это не закладывалось еще и в новый финансовый год, то там пойдут распределения. Но если это первая половина финансового года, то все будет зависеть от настойчивости директора. Вот как раз таки, насколько она будет заинтересована в том, чтобы как-то эту ситуацию наладить, вплоть до того, что даже найти частных инвесторов, что тоже как бы они могут сделать. Например, провести какое-то мероприятие и какое-то частное предприятие подарит несколько компьютеров. Условно, коммунарка профинансирует вам половину класса, сделает ярмарку с рекламой продукции, сделаете акцию в школе, пофоткаетесь с продукцией коммунарки и пораспространяете в социальных сетях. Такое тоже работает. Особенно, когда директор коммунарки это сенатор. Почему бы и нет? Мне, чему, если пришла около вот такая думка, введаете, а пошние годы есть такие прошпилы, кшталт классы МНС, некие там мытные классы. Ну, короте, кажут, что в 10-11 классе школьники-школьницы ходят там, например, в форме МНС на занятки, и они называются, значит, МНС-овский класс. Я думаю, может быть, просто можно коммунарковский класс зарабить, нехай они у дити-шоцы там с логотипом коммунарка ходят, зато у них компьютеры новые, чему не? Здесь скорее вопрос, опять-таки, как вы договоритесь и бесплатно точно ничего не будет. То есть это должна быть какая-то а-ля рекламная компания, либо конкретно человек, либо конкретно предприятие. Но, опять-таки, здесь всё будет как раз-таки зависеть от директора, предприятия, школы и так далее. Это до питания роли особой у истории. У меня тогда давалось еще питание про легендарное слово и его значение «распил». Я чула, старается такое, что, ну, с бюджетом как бы всё нормально, там сформировали, всё хорошо и раптом я буду пилить. Это як так? Наверное, бытует такое мнение, что вот все приходят на сессию, не знаю, или в исполком, а там какой-то сейф с деньгами, и все начинают перераспределять. Нет, на самом деле очевидных распилов нет. Очень сложно поймать за руку. Но я хочу сказать, что в последние несколько лет это стало, наоборот, делать проще, потому что за неимением гражданского сектора, который внимательно наблюдает за руками исполкомов и исполнительной власти, они совсем распоясались. У меня даже иногда перехватывает дыхание от того, насколько очевидно они это делают. Как-то не боятся ни бога, ни чёрта. Самые простые вещи, на которые можно обратить внимание, это тендеры. То есть, когда вы смотрите тендеры, например, на закупку флагштоков за миллионы, мусорки, просто по запросу в гугле, она стоит 300 рублей, а власти закладывают 500, ну, как бы вот это самая понятная схема для простого человека. То, что можно проверить сразу же, имея под рукой только интернет и 5 минут свободного времени. Что касается схем чуть посложнее, интересную тенденцию мы наблюдаем. Я не могу сказать, что она относится ко всей стране, но конкретно в городе Минске, тут и Мингорсовету, и Мингорисполкому привалило очень много полномочий. Вдруг, неожиданно, в 21 и в 22 году. И тут, конечно, надо не 5 минут, а 10 минут времени, но тоже, в принципе, с гуглом можно справиться и понять схему. Вот был проведен такой, он замечательный закон, когда Мингорисполкому разрешили назначать генподрядчиков, минуя процедуру тендеров. Кажется, что-то сложное, непонятное. Если мы забиваем в гугл генподрядчик, то есть это человек, это организация, которые могут наднять субподрядчика, кого-то, кто сделает за него эту работу. Условно. Вы приходите к дяде Васе и говорите, дядя Вася, я тебе дам 15 условных единиц за то, что ты мне поставишь сарай. Дядя Вася такой сказал, окей, хорошо поставлю. А потом вспоминаешь, что у него есть друг, дядя Петя, который поставит сарай за 10. Он дает ему 10 этих условных величин. Приходит к нанимателю, говорит, смотри, я поставил сарай, поставил. Значит, 10 отдает за работу, 5 оставляет себе. Вот что такое генподрядчик. И если раньше это была процедура тендеров, то сейчас Мингрессполком может просто своим решением назначать таких людей, вот такие организации. А какие у них договоренности между собой, это уже большой вопрос. И сколько денег оседает? То есть условно проводилась история под тем лозунгом, что вот иногда предприниматели, если это частные организации, любят нажиться на людях, государственные деньги, бла-бла-бла. Поэтому что они делают? Они назначают генподрядчикам государственную организацию, государственная организация может найти частника, который это сделает дешевле. Взятки гладкие, как говорится. Вот такие вот схемы тоже существуют. Но опять-таки не сильно сложно это их отследить, отсмотреть. Но при этом, к сожалению, вот когда мы возвращаемся к бюджету гражданского участия, как-то есть и обратная сторона, что граждане, когда сами выбирают, они больше замотивированы смотреть, что делает власть и ловить их на чем-то. Когда они абстрагированы от этого вопроса, и когда излишняя бюрократия сыплется нам в глаза, когда надо продраться через энное количество строк за умным языком, написанным, иногда излишне сложным, чтобы понять, что именно имеется в виду, тогда кажется эти вещи неочевидны. Но я говорю, с каждым разом они как-то все проще и проще смотреть, что они делают. Лозунг, мне кажется, нашей власти это благими намерениями дороговат вымощено. Вы, кажется, распил. Вы, например, замовили медницы за 500-рублевую штуку, а на самом деле не стоит 300, а лишь там может быть справоздачность, фактура от той фирмы, якая продавалась медницы. Да, так она и напишет, что она их продала за 500. Хорошо, тут с усим разобрались и за фактурой я спокойная. А я еще думаю, каждый раз или выставляют шерковую фактуру своим контрагентам. Как бы мне тут не помылиться, а то заража пройдет податковая воську, ты податковая мусить ходить. Она может и ходит, и может имеет процент. Но очень любит бумажки, вот что я могу сказать, власть очень любит бумажки, и чем больше написано, тем лучше, потому что ты устанешь к середине и дальше точно не пойдешь. А еще, если мы говорим про цифровизацию, это вообще моя боль, о том, что бюджет депутаты получают в Ворде, таблица в Ворде. То есть, если ты хочешь, действительно, чтобы у тебя хотя бы сошелся дебет с кредитом, тебе нужно самостоятельно перевести таблицу в Excel и потом уже смотреть. Я уже молчу про форматирование, что это не получается с первого раза, там всякие размеры ячеек подправлять, плюс они печатаются, цифры через пробелы с запятыми, в общем, все для людей. То есть, с одной стороны, схемы какие-то простые, но с другой стороны, да, нужно приложить какие-то усилия, а мы все приходим с работы, уставшие, и меньше всего у вас есть желание сидеть и на калькуляторе подсчитывать, сколько денег было, сколько стало, и откуда какие цифры нарисовались. То есть, вроде было 3 миллиона израсходовано, да, проходит месяц, оказалось, что 16 было израсходовано, такое, думаешь, интересно. Душа, дзеле, тады у мене да вас яшчэ пытаням, як на ваш погляд, можете у дзьвух словах, што трэба зрабіць за беларускай вуглі ўсей гэтай системы керавання і самокеравання, каб яна пашла нормально функціяноваць? Надо, чтоб они вернулись к своим изначальным функциям, то есть, когда представительный орган власти будет представлять интересы граждан, а исполнительный орган будет исполнять пожелания граждан, вот тогда, наверное, у нас всё будет хорошо, но это не точно. Не люблю заканчивать на грустной ноте, хочется добавить немножко оптимизма, мы говорили про то, что граждане сейчас не могут влиять на распределение бюджета и так далее. На самом деле есть небольшая лазейка, она тоже непростая, в бюджет у нас входит инвестиционная программа, то есть, это вообще план таких капитальных вложений на следующий год, то есть, не про булавки, не про зарплаты, а вот а-ля построить школу. И вот такая инвестиционная программа составляется с учётом как раз-таки депутатов, то есть, есть такая возможность, что депутаты пролоббируют включение объекта в инвестпрограмму, для того, чтобы это депутат сделал, у него должно быть обращение, желательно коллективное, потому что, естественно, если один человек попросит поликлинику, это будет признано нецелесообразным. Когда много человек попросят поликлинику, тогда про это начнут задумываться. Если люди направят обращение и будут ещё следить за исполнением и периодически спрашивать у депутата, ну, мы возьмём пример сознательного, то есть, вы написали коллективное обращение, вам действительно нужен объект, вы пришли к депутату, мы помним сроки, да, что это нужно сделать с первой половины года. Депутат идёт дальше, и вы продолжаете с ним связь, настаиваете на том, что вам нужен этот объект. На самом деле можно даже организовать общественные обсуждения, и депутат может это сделать с участием исполкома. И вот таким образом, я говорю это при сознательности депутата, когда он действительно будет выполнять свою работу, есть возможность включения объекта в инвест-программу на следующий год. То есть, вы таким образом повлияете на то, чтобы у вас что-то появилось. Процесс сложный, но он, опять-таки, пока ещё есть. Главное написать депутату. Поэтому, когда спрашивают, для чего нужны депутаты, я говорю, хотя бы для этого, хотя бы для того, чтобы у вас оставалась вот эта возможность повлиять на бюджет и сделать ваш город чуточку лучше. Красиво, какая у нас будет парада, когда раптом у вас есть шатик кооператива, где 100 человек, и вы всем кооперативам хотите новую школу у вас в районе, то варто написать... Написать местному депутату с просьбой включить объект в инвест-программу, но это будет уже новому составу депутатов после единого дня голосования, то есть с марта следующего года. Ну, что могу сказать? Дады чакаем саковик наступного года. Пакуль чакаем, ставим лайки, зорышки, все остальные приемные знаки, подписываемся на гэтый подкаст подарня Вольга. На что треба подписаться так само? Есть чат-бот обратной связи, это наш город, вот на сайте, правда, если в Беларуси вы, то надо использовать пен, потому что на меня обиделся горсовет вот за то, что я рассказывала про схему распила, да, заблокировали, то мы еще не экстремисты, поэтому пишите, буду рада помочь, отвечаем всем, обычно в течение суток. Валя, ну, сопроводую памятники про госпеку, и потом все, выдаляйте все аккуратненько, как ни шок, не дай бог. И худко мы с вами, подшуемся. Уважаемые астажеры, поютайте, а вы не обязаны обратить адресы. Набывайте пояснение, вы где-то чат у проезда.